Привет, друзья! Как у вас дела? Рассказывайте срочно! Надеюсь, все хорошо. Сегодня мы снимаем видео про парфюмерные хотелки. Это моя любимая тема, конечно. Я всегда прям с удовольствием занимаюсь подборкой ароматов. Обычно это 5. Обычно про 5 рассказываю. У меня, конечно, целый огромнейший список до того доходит, что я уже... Он у меня даже не добавляет больше в хотелки, в этом списке, в вышлисте, да? Я в закладки добавляю, чтобы потом как бы не потерять все это дело. Но каждый день новые, конечно, ароматы выходят интересные, и один лучше другого. Поэтому таким людям, у которых хобби парфюмерное, которые увлекаются, которым это интересно, это, конечно, всегда соблазн. Постоянный, нон-стоп получается. Так, значит, у меня здесь открыт телефон, и я вам буду зачитывать ноты, все дела, да? И почему именно я хочу какие-то непосредственно ароматы. Итак, первый аромат от парфюмерного дома The Seven Virtues, и называется он Coconut Sun. Это парфюмерная вода. Так, это я вам зачитала с Sephora, и сейчас я его заведу непосредственно во фрагранчик, чтобы посмотреть ноты, полный список, и аккорды, и все дела. Так, фрагрантика.ру, на русскую, чтобы было быстрее. Вообще, бренд The Seven Virtues мне очень нравится. Недавно мы заходили в Sephora и подошли к их стенду, и я понюхала еще несколько их ароматов, и вот этот был один из них. Значит, Coconut Sun. Это, кстати, новинка. Основные аккорды цветочный, ванильный, цитрусовый, тропический, соленый, белые цветы, свежий латонный, морской и пудровый. Это аромат вот этого года. Парфюмеры Angela Stavreska и Camilla Lelakova опять. Вот эта Camilla Lelakova, это мне каши узкая девочка, да, ведь, судя по фамилии. Итак, верхняя нота кокосовое молочко, цитрусы. Средняя нота морская соль франжипани, египетские жасминные роза и базовые ноты ваниль. Так вот, друзья, я когда, мы когда зашли в Сифору и брызнули, брызнули его на оператора, он был потрясающий совершенно. Вот в начале, когда вы его брызгаете, он такой вот, как вот этот вот а-ля Maison Majula Beach Walk, вот эти вот пляжные, да, то есть как бы франжипани, соль, ваниль, вы это и сами знаете, кокос, вот это все. Такие ароматы мне нравятся, но таких ароматов очень много, и у меня и в коллекции они есть, поэтому мне как бы еще больше не нужно. Но на нем он абсолютно, как бы вот этот вот первоначальный аккорд этот ушел, да, вот этот вот именно пляжный такой, и на нем он раскрылся с потрясающей сценой кокосом. Вот прям молочным таким кокосом, как я люблю. И вот я задумалась, потому что многие сейчас про него говорят, про этот аромат, и хвалят его, и постоянно про него я вижу, обзор и так далее. И вот как бы я думаю, на всех людях ароматы раскрываются по-разному. Поэтому я думаю, мне надо тоже попробовать, и я, значит, раздобыла пробник, и попробовала его на себе. Просто первое впечатление. Друзья, я была в шоке, потому что на мне он вот прям вот пляжный, вот этот вот аккорд, а-ля Майзон Мишла Бич Вок, и он почему-то никуда не уходит. То есть кокос такой, как на операторе, он почему-то не раскрылся. Но я хочу его поносить, я его не носила, мне нужно его поносить, и, возможно, просто на мне дольше происходит раскрытие, и вот этот вот все превратится, опять же, вот этот вот молочный кокос, но просто позже немножко, понимаете? Поэтому я не теряю надежды. Coconut Sun у меня в Виш-листе есть, но это надо, опять же, смотреть, как он будет, ой, себя вести уже непосредственно на моей коже. Вот, я вот смотрю сейчас, значит, здесь сравнивают его с Salty Flower от Victor & Rolfe. Я согласна, я согласна, да, он похож вот именно в таком же стиле, как вот этот вот Vanilla Vibes от Juliet Hesigan, и т.д., и же с ними, и т.д., и т.п., да? Так что вот такие пироги Coconut Sun, это хотелка номер один. Так, идем дальше. Открываем снова Sephora Wish List. Следующий аромат от бренда Skylar, и он называется Coconut Cove. Вы поняли, да? У меня, короче, я на кокосовой диете, так скажем, на кокосовой диете. Сейчас мы его найдем и посмотрим ноты с вами. Так, не то нажала, а. Coconut Cove. Ой. Так, я вообще обожаю ноту кокоса в парфюмерии. Напишите, любите ли его вы. Coconut Cove. Так. Cove. Вот, Skylar. Итак, значит, Coconut Cove. Основные аккорды. Кокосово-амбровый, белые цветы, лактонный, древесный, мускусный, ванильный, сладкий, цветочный, цитрусовый. Это аромат 21-го года, парфюмер Сара Хоровиц. Верхние ноты, Bergamot, Gibiscus, Cardamon, Limon. Средние ноты, кокос, Gardenia, зеленая нота, Jasmine. Базовые ноты, амброксан, древесные ноты, гелиотроп, ванильная орхидея. Этот я тоже пробовала, и, опять же, я его даже сносила весь пробник, он мне очень понравился. Вот этот прям такой кокосовый именно аромат, не пляжный, а именно больше то, что я люблю, то, на что я надеялась, будет Coconut Sard. Может, еще и будет, посмотрим. Вот давайте посмотрим, с чем его сравнивают. Ну, Coconut Fees, я не знаю, я его не пробовала, я знаю, что все его обожают, Coconut Fees от Aqua Ligoria, да, от Guerlain. Но, короче, мало голосов здесь, поэтому непонятно. В общем, Coconut Cove я бы хотела, прежде чем решиться на покупку, я бы хотела, конечно, еще его поносить, раздобыть какой-нибудь пробник очередной, да, и уже точно определиться, потому что с первого раза он мне очень понравился, но я как бы не на 100% уверена, понимаете? Поэтому я планирую разжиться, может быть, даже каким-то travel форматом, чтобы немножко больше ему времени дать, потому что часто так бывает, да, что начинаешь торопиться и преждевременно принимаешь решение, и потом немножко, ну, у меня редко такое бывает, да, я как бы стараюсь разнашивать и много раз, и дома, и на улице, как бы во всяких погодных условиях, прежде чем принять решение о покупке. А вот некоторые, как бы, они быстренько на руку брызнули, побежали даже покупать, заказывать, да, это, конечно, не умно так поступать, вот. Итак, дальше, 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 дальше. Следующий, следующая парфюмерная хотелка, значит, я вам уже про два рассказала целых, от бренда Alice Brooklyn, и называется парфюм Sun Fruit. Alice Brooklyn, друзья. Тоже пишите, знаете ли вы этот парфюмерный дом, здесь он довольно популярный, здесь он у нас точно так же продается, как из Skylar, как из The Seven Virtues, на Sephora продаются, поэтому они прямо в таком свободном доступе, это не то, чтобы какая-то, это ниша, но это не то, чтобы какая-то сложно доставаемая ниша. Основные аккорды, сладкий, фруктовый, кокосовый, цитрусовый, белый, цветы, пудровый, древесный, цветочный, мускусный, акватический, это аромат 2022, то есть в прошлом году он вышел. Пирамида, верхние ноты, груша, инжир, бергамот, а, сливовое дерево еще. Средние ноты, жасмин, цветок апельсина, ирис, цикламен, базовые ноты, кокос, мускус, амбра, ванильная орхидея. Значит, этот я точно так же попробовала буквально очень-очень быстро, в Сифоре, брызнула один раз, и он мне изначально сразу понравился. То же самое, я его не буду покупать, пока я не раздобуду пробник, либо там, опять же, travel формат, чтобы немножко его больше разносить, потому что, как бы, я не хочу кидаться, и потом... Мне знаете, что, как бы, разочаровывает в ароматах? Их не стойкость. То есть, они могут прекрасно совершенно пахнуть, но стойкость абсолютно, как бы, ну, бедная, да, то есть, очень-очень печально бывает, когда мне сильно понравится аромат, потом я его, значит, начинаю носить, и он мне нравится, и все равно нравится, и потом я его через пару часов уже не чувствую на себе, это уже сразу не мой вариант, я не буду себе такой аромат покупать. Я хочу его ощущать, ну, я не знаю, ну, минимум совершенно 3 часа, абсолютный минимум, поэтому то, что на мне остается меньше 3 часов, это автоматически переходит в разряд ароматов для дома, в плане не на штор брызгать, естественно, а на себя, но никуда я в нем не пойду, потому что смысла никакого нет, да, а дома как бы нормально. Так вот, значит, от Элис Бруклин у меня есть аромат миф, и он совершенно потрясающий, он очень особенный, ни на что не похож, он такой аромат чистоты, мускусный, очень у меня ассоциация идет четко с чистыми такими голубыми джинсами, например, такой, знаете, светлой-светлой окраски, и белая, чистая, совершенно такая свеженькая футболочка, вот у меня такая ассоциация, этот аромат идеально подойдет вот под такой наряд, например. Очень стойкий, очень-очень приятный, и про него немного кто говорит, но есть, есть ценитель и любитель, на самом деле он популярный как бы, но про него почему-то мало кто упоминает, не знаю, не знаю почему. Ну, в общем, возвращаемся к аромату Sun Fruit, посмотрим, чем его сравнивают, но вот из этих я ничего не знаю, ничего не знаю, поэтому ни на что он не похож, вот такой вот уникальненький. Короче, буду тестировать, если мне удастся раздобыть пробник Sun Fruit, он такой как бы вот по затесту, насколько я помню, в Сифоре, когда мы брызнули, он такой прям, ну, понятно, цитрусовый, очень яркий, очень летний аромат, очень такой бодрящий, и у меня всегда цитрусовый аромат поднимает настроение, как бы когда какой-нибудь, даже вот летом, да, какой-нибудь, например, день, когда, или утро, когда вам надо сбодриться, хочется, цитрусовый аромат нанесли, и уже настроение улучшается, 100%. Так, значит, это мы про три поговорили. Четвертый аромат, опять же, от Alice Brooklyn, совершенно из другой серии, называется A Prer. Так, значит, сейчас я его найду. A Prer. Он в такой зелененькой упаковочке. Так, вот он. Особные аккорды. Древесный, теплый, пряный, фужерный, пудровый. Этот аромат 2021 года. Верхние ноты. Ягоды, можжевельника, кардамон, шафран. Средние ноты. Виски, бурбон, гвояк, замша. Лабданум, пролине, фиалка. Базовые ноты. Кедр, сандал, ваниль, почули, мускус. Потрясающий совершенно набор нот. Я такие ароматы очень люблю. Очень люблю. И это все звучит. Вот даже вот я смотрю по нотам. Это прям такое звучание нишевое сразу. Да, понятно? Вот. И я вообще алкоголь очень люблю в парфюмерии. Вот эти ягоды, можжевельника, кардамон, шафран. Просто бомба. Это уже половина успеха, друзья. И точно так же был за тест мимолетный в Сифоре. Опять же, вот здесь сравнивают. Я не знаю, голоса разделяются абсолютно. Поэтому нет конкретного такого аромата, на который он похож. Он похож на многие в целом нишевые ароматы. Понимаете? То есть, как бы вот оператор понюхал, он сказал, у тебя таких много. Я говорю, да где нет у меня таких? Ну, да, как бы у него такое прям нишевое звучание, которое, наверное, вот очень интересно. Оно как бы суммирует и определяет, в принципе, звучание ниши. Как-то вот так вот. Апре называется аромат. Очень крутой. Мне понравился. Опять же, это был только такой мимолетный затест. Пару раз, правда, я его как бы уже тестировала. Мне нужен, конечно, пробник, чтобы поносить, определить. Определить, долгоиграющий он. Или, опять же, он уйдет через пару часов. Тогда у меня совершенно точно не будет нужен. Он, знаете, как вот его ассоциация, правильно, да? Апре, это, по-моему, по-французски после. И у многих ассоциация с ним, это зимой в горах какая-нибудь альпийская деревушка. То есть, либо какой-нибудь вот этот вот горнолыжный курорт, понимаете, да? Горнолыжный курорт. Там вот эти вот деревянные домики. И вы, значит, накатались весь день на лыжах, на сноуборде. Вернулись в этот домик. Там горит камин. И вы такой в уютном свитере надушились вот этим ароматом. И вам стало, вам было хорошо, вам стало еще лучше. Вот, понимаете? То есть, вот такая вот картина. То есть, это как более зимний аромат, можно сказать. Вот. Так что, такие пироги. Апре меня очень интересует. Вообще, Элис Бруклин классный бренд, конечно. Правда, у них мне далеко не все нравится. Но то, что нравится, так нравится, так хорошо. Так. И сейчас возвращаемся к моему списку. В последнюю, но не в последнюю очередь. От бренда, опять же, Skylar. Мы уже с вами говорили сегодня про Coconut Cove. Этот называется Capri Summer. И это тоже в концентрации парфюм. Рассказываю про него. Сейчас я его заведу быстро на фрагрантике. Capri Summer. У меня есть его пробник, друзья. Есть. Так, это он или не он? Нет, это другое. Capri Summer. У них произошло ребрендинг, и они от многих избавились, я так поняла, ароматов. Или их немножечко улучшили, что ли. Так. Skylar. Skylar. А что это? Почему он мне не показывает? Интересно. Может просто... Здесь, наверное, друзья, просто старая еще упаковка нарисована. Я так понимаю. Да, скорее всего. Короче, основные аккорды. Цитрусовый, свежий, пряный, белый цветы, фужерный. Это 2018 аромат 2018 года. Опять же, парфюмер Sarah Horowitz. Она, видимо, работает на вот этот бренд. Ноты грейпфрут, красный апельсин, бергамот, нероли, ландыш, мускус, тиковое дерево, розы, ветивер. В общем, знаете, что я вам скажу? Я как бы его пробовала уже до этого, но я как попробовала, ну да, он такой приятный, ну и забыла. А тут достала пользоваться вот такой вот формат маленький, лосьон для тела с этим запахом. Я его нанесла, он так потрясающе пахнет. Я думаю, боже мой, что это такое? Это же просто восторг. И вспомнила, что у меня все еще есть этот пробничек. Я его когда-то как бы наносила. И что вы думали? Я, значит, бросилась искать этот пробник, нанесла его. И он пахнет так же потрясающе, как вот этот вот лосьон для тела. И он у меня сразу попал в виш-лист автоматически, потому что он такой радостно летний, искрящийся, цитрусовый, опять же. Просто очень приятный такой, легкий, ненавязчивый, но при этом такой какой-то уютный, теплый. Я не знаю, в общем, он очень-очень в моем вкусе, так скажем. И поэтому я его еще буду, опять же, разнашивать. Благо у меня есть пробник, в отличие от всех остальных, да. Этот пробник я хочу поносить. Вот он мне кажется очень красиво в жару будет раскрываться. У нас как раз 30 градусов каждый день. И мне кажется, он будет хорошо звучать в жаркую погоду, именно потому что цитрусы обычно, конечно, в жару лучше всего раскрываются. Но вот многим нравится в холод цитрусы носить. У меня вообще никакого желания не возникает в холод носить цитрусы. И в холод хочется чего-нибудь такого согревающего. А цитрусы, они как бы охлаждают, мне кажется, больше. Вот, поэтому цитрусы мы оставим на лето. Единственный косяк у него может быть, это, опять же, стойкость. Опять же, стойкость. И, опять же, на цитрусы нельзя полагаться в этом плане. Это надо, конечно, тестировать 100%. А так, как бы, у меня большие надежды я на него возлагаю. Вот. Итак, это было 5 моих хотелок. Последний, который у меня все вот на сифоровском сайте у меня в моем аккаунте, в ее шлисте, висят. Вот. Такие проги. Знаете ли вы что-то из этих ароматов? Пишите срочно. Я думаю, что, конечно, в России этих ароматов, эти бренды, в принципе, не представлены. Поэтому это, наверное, больше для тех, кто за границей живет. А особенно, кто живет в Канаде и в Америке. Тогда они, конечно, слышали наверняка про эти бренды. Особенно учитывая тот факт, что они в сифоре у нас широко представлены. Вот. Так что пишите. Дайте мне знать. А пока мы будем прощаться. Но увидимся в ближайшем будущем. Всего хорошего, друзья. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok